Итак, правильная, выбранная жизненная цель, жизненно важная цель приводит человека к именуемому стрессу. Когда цель в жизни ребенок, то ребенок вырастает эгоистично. Мало того, что он потом маме скажет «бай-бай» и вообще на меня не будет обращать внимание, потому что он привык, что на него обращают внимание, он маме будет только звонить, когда ему денежки нужны. Потому что для того, чтобы ребенок любил маму, его надо воспитывать так. Воспитывать означает не наслаждать его желанием, кто-то говорит «хочу мороженое, дай мороженое, хочу пирожное, не мороженое, пирожное». Не наслаждать желание ребенка надо, а заставлять его делать то, чтобы сделать его хорошим человеком. А это от съезда ребенка. Верно. А заставлять можно только с помощью любви, потому что искусственно не заставишь, чтобы ребенок будет сопротивляться. Таким образом, ребенку надо дарить любовь, а не брать у него любовь. Верно объясняет, что у любви есть два направления. Одно направление приводит к страданию, а другой — к счастью. Вот когда мы кому-то дарим любовь, служим человеку, как это телеслужит ребенка? Не воспитывает, а не балует, то тогда это истинная любовь. А когда мы наслаждаемся кем-то, это ложная любовь. Или по-русски сказать «привязанность». Вот эта «привязанность» и желание наслаждаться у человека разрушает жизнь всегда. Если «привязанность» становится целью жизни, когда, несомненно, придет стресс в жизни. Человек может быть привязанным к женщине, к бутылке, квартире, деньгам, машине, к чему угодно. «Привязанность» означает, что я пользуюсь чем-то и испытываю счастье. Женщине часто привязываются к детям. Им нравится их княть, целовать оку, баловать. И это приводит к тому, что ребенок наглееет, а женщина потом испытывается к этому. Неправильное проведение или привязанность рождает всегда два последовательных события. Первое событие — сладкий вкус, а потом второе — горький вкус. То есть сначала человек, который привязанность, испытывает счастье в жизни, потом страдания, значит, он живет не в благости. Благость всегда вызывает сначала горький вкус, то есть воспитываемый ребенок, потом сладкий вкус — счастье от того, что он воспитывает. И это, смотрите, все это сначала сладкий вкус, потом горький — это всегда справиться, никогда не в благости. Вот, допустим, встретили два человека. Балдеет, наслаждаются жизнью, а тем временем привязываются друг к другу все больше и больше. И вообще не знают характера друг к другу, потому что характер раскрывается не в состоянии полдежала. Характер раскрывается в обычной жизни. Поэтому плавостные люди сначала знакомятся, строят отношения, а потом болдеют друг от друга. А люди в страсте сначала болдеют друг от друга, а потом знакомятся. Они уже полгода прожили вместе в сексе, по уши, там, в поездках на Майами, а потом — бац! Отказывается, у моей девушки есть характер. Думал, что только секс у нее есть. Не знал, что у нее характер еще есть. Оказывается, у нее есть привычки, свои настроения, которые мне могут вообще не нравиться. Человек начинает сливко страдать, что он живет человеком, который вообще не понимает жизнь. А счастье от секса постепенно тает и приводит к нулю. Я думаю, что что я только с ним живу. Поэтому люди в страсте, они сначала болдеют друг от друга, где-то года три. Потом года три мучаются и где-то еще кто-то два разводится. А люди в страсте, которые понимают такую закономерность, даже не женятся, а живут гражданским браком. Потому что чувствуют, что скоро расставаться. Но эти плакости, они пытаются понять друг от друга, прежде чем жениться. Поэтому они сначала встречаются, общаются, даже не целуются. Они просто дружат. А потом уже, если видят, что они подходят друг от друга, создают семью. Видите, неправильный подход к жизни приводит к стрессу, к сильным страданиям жизни дальше. Потому что надо изучать, как жить. Мы изучаем математику, физику, химию. Изучаем, как деньги зарабатывают, деньги зарабатывают. Деньги зарабатывают – это не жизнь. Жизнь – это совсем другое. Жизнь – это отношение к себе. Мы не знаем, как относиться к себе. Мы не знаем, что правильно кушать, что неправильно. Мы кушаем то, что нравится. А нравится то, что связано с моими наступками. У пищи есть группа энергии, состоящая из белков, молекул, углеводов, витаминов. Есть тонкая энергия. У каждой пищи есть характер свой. И голод возникает в уме, а не в теле. В теле возникает слабость. Вот если, допустим, мне надо покушать. Чаще всего это означает, что я раздражен, не могу работать нормально, нет настроения. Человек даже не может понять, что это такое. Не просто быстрее, но покушать. И когда покушать, улучшается настроение, скажем. Настроение – это же энергия ума, характера. Но если говорить о чувстве голода, на самом деле, он имеет природу, ну, если настоящий голод – это просто слабость в теле. Трудно ходить, трудно работать, понимаете, не хватает сил. Это тоже голод – тело. Так вот, знаете, что человек четыре раза в день ест не для голода тела, а для голода ума. Бывают толстые люди и тоже кушать хочется. Хотя у них питательных веществ на неделю хватит. Минь. А он все равно больше кушает, потому что расходятся энергии ума, расходуются, а не тела. Но мы-то оцениваем пищу по белкам, жирам и приводам, а питается эта пища в основном ум. Понимаете, какое заблуждение колоссальное, что мы кушаем часто не то, что формируют хороший характер, но в чем проблема. Так часто нам не хватает знаний в жизни. Это приводит к стрессу, поражению в жизни. У меня есть помощник, он приехал сюда, чтобы рассказывать, чем мы занимаемся там, в нашей церкви медицинской, в чем мы лечим, в чем мы лечим. Бесплатные консультации дают водой медицинской. Если будет желание, можно подойти и говорить с нами. Я не буду сейчас вам его поискать. Он вам все расскажет лично. Поэтому госпрекция, когда мы подходим с вопросами по здоровью, к нему обращаться, хорошо? И варень лекциями задавайте также какие-то вопросы. Мы говорим только о жизни с вами, не о лечении. Хорошо? Да, есть? Итак, Веда объясняет, что в течение времени, с движением времени, время имеет свой характер. Каждое время, оно меняет характер всего этого. Когда характер соответствует какой-то силе, которая живет в глубинной памяти, оттуда выходит вот эта вот карма-басана, или песчинка кармы, которая сначала меняет судьбу, то есть она влияет сначала на все окружение мое, я при этом даже этого не знаю часто. Я не понимаю, что меня уже близкий человек разлюбил, что директор хочет меня уволить. Это потом неожиданно вскрывается позже. Потом эта карма-басана заходит в средний слой и влияет на здоровье. Человек начинает портиться здоровье. И потом она входит на нужный слой воды. И у человека входит в настроение. И только потом доходит до моих мыслей. Понятная система? Поэтому судьба действует незаметным в жизни человеку, неожиданным всегда. Что такое совесть? Совесть — это то, что понимают те, кто бы проводил другой путь. То есть один путь — я живу, как хочу. И жизнь одна. После смерти нет жизни. Это одна хилософия. Понимаете, есть две основные хилософии. Одна хилософия говорит, есть смысл в жизни, есть Бог, есть совесть, есть законы нравственные, есть честность. А другие говорят, ничего этого нет, жизнь предназначена просто для того, чтобы балдеть. И когда она закончится, ничего не будет. Одни говорят, что мир создан из большого взрыва, и все хаотично в этом мире. Что жизнь появляется просто из комбинации импульсов различных. Что-то скомбинировалось, вот так, вот жизнь появилась. Потом она же и распадается, когда распадается тело. Они верят в то, что нет Бога, и все имеет природу хаоса. Нет совести, нет характера правильного. Есть просто возможность наслаждаться или невозможность наслаждаться в жизни. Это одна хилософия. Вторая хилософия. Есть Бог, есть гармония в этом мире, есть закономерности, есть следующая жизнь. Как проживут в этой жизни, какая будет следующая. Есть чистота, есть хороший характер, есть честность и нечестность. Есть ложь и правда. И люди, которые не верят в совесть и в закономерности этой жизни, они на самом деле нелогичны, очень нелогичны мышлением. Теория Большого взрыва очень нелогична. Сначала ничего не было. Потом что-то появилось, бац, взорвалось, и получилась Вселенная. Но если ничего не было, откуда оно взялось? Это что-то? Это же нелогично вообще. Просто морозом. Полный март. Понимаете, да? И так вся эта хилософия материалистичная, она вся морозортичная по своей природе. Вот допустим, ученые, они, сколько ни пытались, не нашли ни одного доказательства, как один вид жизни переходит в другой. Например, как деревья становятся насекомыми, как насекомые становятся рыбами. Но нет доказательств таких, нет таких переходов. Ученые нашли один раз в Востоке, нашли череп человека и кости обезьяны. И на основании этого сделали, подтвердили, о, это более даром направленный. Но потом, когда радиозатопный анализ появился, они определились, что череп одному виду жизни принадлежит, а после другому. Но из учебников эту картинку не убрали. Хотя это просто был полный маразм, не было никаких доказательств, что это так. Понимаете? Ну то есть, вот это маразматическое желание все привести к хаосу и к тому, что это все комбинация просто, ну как бы, психика человека это комбинация нервных импульсов. Я своего физиолога в институте спрашиваю, я говорю, откуда у человека возникает способность жить? Он говорит, от деятельности нервной системы. Я говорю, откуда вот нервная система дает возможность человеку жить? Он говорит, от бедей, сердцебиение, сердцебиение наполняет кровную жизнь нервную систему. Я говорю, а сердце откуда период энергии жить? Он говорит, ты слишком много, хочешь встать? Я потом это все узнал. Оказывается, нервная система период энергии жить отправно в жизненной энергии, когда человек, вот и поэтому, если человек слабости с выпадой, допустим, ему плохо, у него слабость, нет сил, ему надо брать прану. Нет сил, люди что делают? Ядят витамины. Витамины это не прану. Они думают, нам витаминов не хватать. Надо есть витамины, потому что люди не брали, не изготовление жизни. Нет сил означает нет энергии прану, потому что силы дают психическую энергию человеку, а психическая энергия берется откуда? Она берется из воздуха, свежего воздуха, правильно наполнен свежий воздух, правильно наполнена свежая пища, не вареная, свежая пища, продукты. Когда яблоко круглое, крепкое, его кусаешь, приходит бодрость в тело. Яблочный сок бодрость уже такую не дает. Понимаете, да? что арбузный сок и арбуз они разные. Арбузный сок дает свежесть в организме, арбузный сок выпил, ничего не дает. Просто арбуз. Итак, храма психическая дается от свежей пищи, от проколов на свежем воздухе, от дыхательных упражнений на свежих воздухе, от деревьев, когда пояс человек гуляет и получает силы жить. Бодрость, концентрацию внимания и работоспособность он берет от свежего воздуха, от свежих пищей и от леса, от воды, от гору, а не от векамина. Когда солнце восходит, весной оно поднимается, чем сильнее солнце, тем больше расслабляет тело. И люди под влиянием солнца начинают слабенье, чувствуют слабость весной. Так что надо делать в это время? Витамины жрать или гулять на свежем воздухе больше? Получить правую и холодную силу внутрь, а не горячую. Видите, неправильное представление жизни не делает неправильное поведение. Человек действует неправильно в жизни из-за того, что он не знает, что происходит. Точно так же вот эти партии помышления ведут человека по жизни. Один кик мышления связан с совестью, а другой связан с хаусом. ведо объясняет, что совесть это представительство Бога в сердце человека. И ощущение правды мне не принадлежит, ощущение истины мне не принадлежит. Это то, что мне дается кем-то изнутри. Но с совестью мы спорим часто. Так? С кем-то сами с собой спорили? Большинство людей считают самим собой. Совесть это не я, это то, что находится внутри меня и является свидетелем моей жизни. Сейчас приведу несколько примеров, которые вас сразу быстро убедят. И иногда бывает ночью, когда я сильно устаю, у меня есть нарушение связанное с дыхательным центром. Когда я сильно устаю и лежат ночью спать, у меня остановка дыхания происходит. И я обнаружил себя сидящим на кровати и так, дышащим вот так. Кто меня посадил? Я не помню себя в это время, я спал. Кто меня посадил? Вот эта сила, которая находится в сердце. Теперь второй пример. раньше своей жене говорила разбуди меня пожалуйста через 15 минут я отпусти обеду и отдыхать. Я нам не вставай пожалуйста уже прошу 15 минут я встаю. Разог она как сказала я встал послушив голос встал потом пришел благодарить оказалось что она не говорила она забыла кто сказал вставать прошу 15 минут тот же сам сказал который поднял с постели движемся дальше вы замечали когда очень трудно человек кричит внутри себя когда же я выйду замуж поднимите руку кто так кричал в сердце вы да кому кричали ну наверное Богу говорите а Богу говорите ну вы же не знали об этом вы просто кричали и все правильно вы же не не знали что вы именно Богу кричите вы просто внутри кричали когда я замуж кричал даже даже слух некоторые кричат а никого нет вокруг кому кричим кому ругаемся допустим муж обидел женщину он такой зикой он постоянно меня мучит кому нравится но при этом это не осознает понимаете о чем я сейчас говорю что это внутренний диалог не с самим собой тихо сам с собой тихо сам с собой я иду беседу это не сам с собой это с той же самой совести то есть представительство Бога в сердце человека и веда объясняет что совесть можно реально почувствовать очень ясно знаете как если есть духовный разум человек чем больше человек связан с Богом тем больше он духовный разум он имеет значения все основные традиции веры ведут к Богу просто они созданы для разных людей для разных культур для разного мышления если человек связан с духовностью он увижу Богу если человек близок к Богу и он становится старшим у человека человек советуется с ним значит что происходит интересное то человек с которым советуется он чувствует Бога в сердце человека который просит советую и о совести ему дает совет то есть фактически он ему говорит то что говорит совесть тому человек потому что наши грехи или плохие поступки не пускают нас слушать совесть но если мы слушаем старшего то тогда в этом случае мы слышим то что нам надо услышать иногда даже в моих лекциях люди через меня это слышишь хотя бывает так что я вообще тут ни при чем например поднимите руку кто слушая мои лекции имел какой опыт что я вам что-то говорил во сне советы какие-то вы да но я вам ничего во сне не говорю вот вечно я ничего не говорю но ваша совесть приняла образ того кого вы слушаете и сказала вам понимаете таким образом даже старший человек это просто проявление совести вот кто такой старший это тот кто дает возможность нам услышать нашу совесть понимаете то есть люди сами не могут влиять на судьбу друг друга это действует божественная сила и если человек принимает вот эту жизнь по совести он слушает старших то он начинает контактировать совесть потому что тут внутри сидит еще этот голос да это голос нашего эгонизма он тоже в сердце находит человеку самому очень трудно отличить или его желание говорим или совесть потому что совесть в основном имеет горький вкус сначала а желание сладкий потому что когда все идет правильно на совести незачем говорить но зачем совести что-то говорить когда идет все правильно поэтому она молчит когда идет что-то неправильно она говорит но это горький вкус а горький вкус кушать и хочется когда сладкий вкус желание внутри говорит манит 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 как все путешествия по замкнутому кругу вот это манит или голос желания внутри разрушает счастье человек жизнь идет по замкнутому кругу все повторяется внух пока человек не поймет что надо слушать горький вкус и сладкий а помогает это сделать старше или священное писание тоже это столь человек читает священное писание и нападет правду для себя то что надо понять есть разные люди одни слушают людей другие слушают книги и то и другое приводит к победе но сейчас мы с вами будем говорить вообще о самом главном то что точно приведет к победе мы сейчас будем говорить о внутренней жизни внутренней жизни это очень ценно и важная писания ведая объясняет что внутри вот этого сердца внутри сердца находится нить связывающей людей нить незавимой нить именно эта нить она через нее течет энергия любви вот допустим почему мать беспокоится о своем ребенке это значит что у нее есть определенный запас счастья и ребенок когда плохо этот запас счастья ему отдается это вызывает беспокойство потому что он ограничен природу именит запас счастья когда мы не можем дать что-то ребенок возникает волнение а когда у нас хватает энергии счастья для ребенка мать говорит не волнуйся все будет хорошо я знаю я чувствую значит энергии хватает понимаете каждое событие тянет энергию у близких людей мы друг другом связаны грави высокой любимой обязаны знать помнить что с нами пожизненно связаны нитью незримою нитью незримою наши любимые понимаете что это делать и люди хоть и связаны нитью незримую друг с другом они туда в сердце внутрь в сердце не наполняют силой потому что они не знают как все действует оказывается жизнь близкого человека очень зависит от того наполняем несчастье в себе или нет если человек озеро своего сердца наполняет водой счастье энергии счастья то этого счастья хватает на всех потому что все родственники питаются нашим счастьем но если человек не наполняет то он вместо того чтобы благословлять всех мать может когда сын уходит в армию она может сказать благословляю тебя сынок у тебя все будет хорошо и для того чтобы все было хорошо она молится каждый день подкрепляет свое благословение силой счастья что такое молитва молитва означает связь если все просто тормами что-то это не молитва молитва означает что он что-то помнит именно память что такое память это сила разума энергии разума связывающая человека с объектом счастья приведу вам такой пример вот допустим я повторяю я тебя люблю я тебя люблю я тебя люблю передо мной девушка стоит любимой я ей говорю ты почувствовала она говорит нет теперь я вспоминаю нашу первую встречу и много не повторяю а просто вспомнив первую встречу ее чистый взгляд вот этот вызывающий счастье я ей сказал один раз я люблю тебя я тебя люблю это запад почему потому что почувствовал то есть видите ощущение возникает от памяти а слова могут быть наполнены памятью или пустыми если человек молится не вспоминая святость не вспоминает событие которое связано с Богом то тогда молитва пустая не нет силы и он не наполняет все детки счастья от этой полномолитства а просто пробанит ее в своей уме и все это пустые занятия не приводящие к какому успеху и так есть два способа наполниться счастьем первый способ ждать и в основном люди живут каким способом я бы сказал ой у тебя все хорошо ну да у меня все хорошо ну классно живем дальше то есть видите люди живут тем что приходят приходят если приходит достаточно чтобы жить люди дальше живут если приходит недостаточно и говорят так как у тебя дела у тебя все хорошо у меня все фигово не приходит значит само и веды объясняют что когда человек таким образом живет это неразумное существование в этом существовании нет никакой победы и такие люди говорят я желаю тебе чтобы у тебя все было хорошо и дальше веды объясняют что у человека главный период жизни такой когда краник все хорошо закрывается в это время человек начинает метаться потому что само по себе счастье не поступает вот проснулся как обычно утром и так нету тю-тю ночь яблоком стучит в окно дым-дым-дым-дым верю 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 в окно был душой я молод а теперь старик понимаете да все произошло глава кончилась краник закрылся и это объясняет настоящую жизнь человека начинается когда краник закрывается но по своей скупости мы ждем хотим верим что сейчас откроется и не таимся каким счастьем его нет а для чего это все судьба делает а потому что жизнь предназначена не для счастья она предназначена для учебы когда человек осознает как правильно жить счастье возвращается назад счастье в жизнь должна приходить как награда а энергия вот это благополучие надо использовать для того чтобы работать над собой а не просто полгей во время жизни она предназначена для того чтобы двигаться к знаниям к награде а не для того чтобы просто наслаждаться жизнью и это говорят люди которые просто живут потому что хорошо они живут как во сне они просто живут по течению они ничего не меняют в своей жизни и градусом спит разум он гибнет когда человек пытается победить судьбу он добивается счастья он работает над собой он не ждет наград а просто побеждает свою жизнь и получает эту награду знак знак победы и так есть два виды счастья одно счастье приходит с собой по судьбе и люди неразумные верят в такую жизнь они говорят вот чтобы у тебя все было хорошо некоторые подходят ко мне говорят Олег Геннадьевич Олег Геннадьевич я желаю вам чтобы у вас все было хорошо все было хорошо Олег Геннадьевич я говорю ну я же помору когда ну а так и скоро и скоро все должно быть хорошо как иначе поверили это иллюзия мне дообъясняет что жизнь человека течет циклами что за хорошо становится плохо потом опять хорошо как волны такие цикл волны верх волны это их счастье если у человека их счастье значит все будет похуже потом еще похуже потом наступает их страдание потом опять их счастье но эти волны все волны они это значит что человек не может быть счастлив постоянно волны указывают просто на объем работы и все вот когда страдали человек должен все почти время жизни которое у нее есть посвящать внутренней жизни контакту со святостью внутренняя жизнь означает свет получить свет свою жизнь святостью 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 тем кто связан с Богом спроси в жизни строго какой 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 дороги куда по свету белому отправиться с утра иди за солнцем следом хоть этот путь неведом иди мой друг всегда иди дорогой добра дорога добра означает Бог за солнцем за светом неожидан